13-14 февраля при участии Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Донецке проходили встречи представителей регионального бизнеса и промышленности с немецкой бизнес-делегацией. В состав делегации входили почётные гости – чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Кристоф Вайль, генеральный консул Германии в Донецке Клаус Циликинс, делегат немецкой экономики в Украине Александр Маркус и представители немецких компаний. По окончании визита в ходе пресс-конференции Александр Маркус выразил свои впечатления о встрече с потенциальными партнёрами. Мы вчера после первоначального мероприятия в торгово-промышленной палате, где мы провели такие B2B-митинг, встречи между потенциальными деловыми партнёрами, и осуществляли круглый стол с представителями группы СКМ. И это было поражающее впечатление. Во-первых, коммуникация чисто на английском языке. И если сегодня посмотреть, в каких направлениях и реальные впечатления настолько долгосрочные, планируется, это надо сказать впечатляюще. Но также на сегодняшний день есть и проблемы в инвестиционном климате в Украине. Если реально посмотреть, да, инвестировать в Украину нелегко, это надо сказать, есть свои проблемы. Но мы всегда наблюдаем совсем конкретно, ошибки, они бывают на обеих сторонах. И, конечно, когда немецкие предприятия здесь занимаются бизнесом, идут своим мышлением, идут своими порядками. Они начинают заниматься бизнесом и думают, что это всё как у нас. И потом увидят, нет, это, извините, не как у нас, это как у вас. Это по украинским правилам, тем не менее, их надо соблюсти. И очень часто из-за этих недоразумений бывают потом накладки. И я должен, честно сказать, что я считаю, что инвестиционный климат в Украине гораздо лучше, чем имидж его. По мнению чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине, Кристофа Вайля, инвестиционный климат в Украине сможет значительно улучшить подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Таким образом, нормативные документы, статусы и законы Украины будут адаптированы с соответствующими положениями Европейского Союза. Я абсолютно уверен в том, что если будет реализовано соглашение об ассоциации, то это выльется в самую крупную инвестиционную программу, которая когда-либо переживала Украина. Визит посла в Донецк состоялся в рамках ряда мероприятий, проходящих в эти дни в Донецке. Встречи футбольных команд «Шахтёр Донецк» и «Боруссия Дортмунд», национальной премьеры оперы «Вагнера. Летучий голландец в Украине», приуроченного к этим двум событиям визита делегации представителей немецкого бизнеса. Леся Полякова, Александр Худолий, Первый муниципальный.